Приветствую вас! Я вам, наверное, скажу больше как такой психолог личности, чем детский психолог, потому что ваша проблема, она может быть рассмотрена и в контексте поведения ребенка, да, то есть вот с чем связано, например, у вашего сына такая поведенческая реакция, почему он так отреагировал на поведение, поведение вашего мужа, ведь это всего лишь игра и ничего больше, да, то есть, видимо, какие-то переживания у вашего ребенка все-таки есть, другое дело, что вы, может быть, сами себе в этом не отдаете отсчета, может быть, вы учите ребенка общаться с мужем, да, учите, но проблема заключается в том, что если ребенок испытывает какое-то переживание по отношению к вашему мужу, то работать желательно именно с этим переживанием, понимаете, дело здесь не только и не столько в том, что ваш сын именно держит, но ведь на самом-то деле, в конце концов, девятилетний мальчик проигрывает человеку, ну, как бы априори, вроде как, для него не догумываешь и близкому, да, то есть, который не так с ним близко общается и так далее, хотя в три года, в принципе, наверное, можно было бы считать его папой, но, тем не менее, такого поведения нет. И вопрос, почему с трехлетнего возраста мальчик не смог воспринимать вашего мужа как своего отца? Да. Связано ли это с каким-то переживанием в отношении этого мужчины? Вопрос достаточно, на мой взгляд, вопрос важный. На мой взгляд, вопрос, ну, очень важный, потому что, вот вы говорите, вашего мужа мальчик поправился, но, при этом, вы не уточняете, вы не уточняете, всегда ли он боялся его или боится он только вот после этого случая, после случая с, ну, с этой державшей, вот с этим моментом, то есть, этого вы не говорите. А вообще-то, глаза очень жаль, потому что, хотелось бы этот момент прояснить более подробно, потому что, если, условно говоря, если страх был всегда, если опасения у вашего мальчика были всегда, ну, вообще-то говоря, надо бы подумать, а с чем они связаны, эти опасения, откуда они вверх? И, может быть, ваш мальчик что-то неправильно понимает, может быть, ваш муж как-то себя неверно ведет, нужно с этим спокойно разбираться. То, что вы его учите, то, что вы его можете учить, это хорошо. Вы молодец, но полагаю, что этого не совсем достаточно в данном случае. Дальше, теперь по поводу, собственно, вашего мужа. Ну, для начала такая небольшая ремарка описательная. Девятилетний мальчик играет со взрослым мужчиной, играет со взрослым мужчиной в какую-то игру, и вдруг начинает ему дерзить. Дерзит, и мужчина, собственно говоря, как я понял, обижается, и больше не идет на контакт. Нет, ну вы, вот только вы слушайте то, что я сейчас сказал. Мужчина обижается на мальчика, который даже не подросток еще. Что же у вашего мужчины, я не знаю, с самооценкой, что же у вашего мужчины с гордостью, с самомнением? А самое главное, так ли он, вообще-то говоря, хочет общаться с этим ребенком? Не воспринимает ли он его, как напоминание о том, что до него, до вашего мужа, настоящего мужа, как и с вами сейчас, был кто-то еще? Не напоминает ли ребенок мужчине об этом? Если так, то имеет место быть ревность и неуверенность в себе, и если так, то как бы вы ни старались, никакого общения наладить между сыном и вашим мужем не получится в принципе. Потому что если ваш муж не воспринимает мальчика, ну, положительно, не воспринимает мальчика отдельно, а воспринимает его только исключительно как сына вашего предыдущего мужчины, ну, естественно, имеет место быть ревность мужчины, осознанно или нет, правда, не знаю, не могу сказать, непонятно, нужно разбираться, но очевидно, что при таком подходе у мужчины есть свои мотивы так относиться к ребенку. И вообще-то говоря, очень бы, знаете, хотелось бы, ну, хотелось бы понять, вот чем все-таки руководствуется мужчина при выборе такого поведения по отношению к ребенку. Вот с чем связано такое отношение к нему? И вам не объяснять нужно по-хорошему. Вам не объяснять нужно вашему мужу, что общаться нужно и так далее, и так далее. Вам необходимо с его мотивами поработать, вам необходимо с его отношением к вам и восприятием ребенка поработать нужно. Вот это, пожалуй, куда более важно в данном случае. Это то, что касается вашего мужа. То есть оперировать вам тем, что ваш муж там должен ради ребенка что-то делать, ну, на самом деле особого смысла и особого эффекта не возымеет. Тут, скорее, нужно использовать немножечко другой подход. У каждого из мужчин есть мотивация к поведению подобного типа, и очень было бы здорово, если бы вы вот именно постарались бы обратить внимание на эту самую мотивацию. То есть, какая она, что мужчину заставляет так себя вести, какие переживания у мальчика, что его беспокоит, почему он так себя ведет. Вот явно пытается что-то доказать вашему мужу, явно пытается завоевать его симпатию, но он в силу возраста не очень знает, как это делать правильно. И однозначно можно сказать, что вот загадка для меня, для меня совершеннейшая загадка, почему ваш мужчина вот этого не понимает. То есть, ну, казалось бы, совершенно простая вообще, простая ситуация. Ситуация совершенно нормальная, нормальная ситуация. Но ваш мужчина реагирует, ну, негативно. И вы знаете, на самом деле, его реакция, вот, если так смотреть со стороны, его реакция куда более неадекватна, чем реакция вашего ребенка, потому что ребенок как раз, исходя из своего разумения, реагирует вполне себе правильно. Вот. На этом все, думаю. Надеюсь, что помог вам. Рекомендую смотреть немножечко глубже между строк. А если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пожалуйста, обращайтесь в личку, помогу вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok